Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Начинаю новый влог. Прежде я хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом. Я, конечно, планирую еще выпустить несколько видео до Нового Года, но как получится, если что, будет после Нового Года. Вот. Буду ли я что-нибудь готовить на Новый Год? На самом деле нет, потому что, ну не знаю, может быть на Новый Год к нам приедет мой племянник, может быть еще кто-то приедет, но, вы знаете, как-то вот на ночь, ну не знаю, вот у меня именно 31-го часа особо никто на ночь-то и не ест. Но я сделаю, как обычно, салат Оливье, мне кажется, Новый Год. Ну, по крайней мере, в моей семье без салата Оливье вообще никуда не... Ну, и какие-нибудь закусочки, какую-нибудь рыбку красную куплю, не знаю, икру. Вы видели цены на икру? Я до сих пор не купила икру, кстати. Красную, я имею в виду, я про черную вообще молчу. Вот. Но, не знаю, может быть где-то еще и куплю икры, потому что тарталетки для меня купила. Ну, какую-нибудь просто, просто, не знаю, рыбку, ну что-нибудь такое, там какую-нибудь нарезочку, вкусное шампанское, мандаринки и на этом все. На самом деле вот такой именно у меня будет новогодний стол. Я не вижу смысла готовить, сильно много. Ну, и потом, если к нам приедут гости уже на январских праздниках, то там, как всегда, у нас шашлык. Вот. Так что ничего такого особенного готовить я не буду. Но хочу заранее всех поздравить с наступающим Новым Годом, пожелать вам счастья, здоровья, что самое главное в наше время, да, здоровье, это очень-очень важно. И, конечно же, мирного неба над головой. И чтобы все ваши мечты сбывались. Даже самые-самые такие, может быть, сумасшедшие или сокровенные, чтобы они обязательно сбылись. Счастья, любви, здоровья, мирного неба над головой. У меня сегодня будет влог такой немножко обо всем. Я сейчас отвезу своих детей. Они у меня приглашены на день рождения. Вот, оба. И планирую немножко погулять по торговому центру. Хотя в торговом центре сейчас очень много народу. Я еще, кстати, до сих пор не готова к Новому Году до конца. Вот. Поэтому мне нужно немножечко погулять. Ну, и хочется себе что-нибудь, наверное, прикупить. Посмотрим. Вот, что получится у нас. Вот. Но прежде я вам хочу показать одну классную вещицу. Смотрите. Та-да-да-дам. Это я заказал мой младший сынок. Это картонный 3D пазл от компании Кубрикс. Вы знаете, алмазную мозаику я все еще собираю. Как раз таки младшего сыночка. И он захотел еще увидел... Ну, я когда смотрела там вот эти пазлы от этой марки, он увидел у меня вот такую черепушечку. Так, смотрите, какой он еще прикольный, да? Как, ну, так как свет играет, что ли. Я не знаю. У меня сын... Давайте я вначале покажу, как было упаковано и как собирали. Собирал у меня сынок младший сам. Но ему помогал, конечно же, мой муж немножко. В общем, они вдвоем собирали. Тишина в доме, девочки. Вообще красота. Так что всем советую. Давайте покажу, как было упаковано. Пришло все отлично запаковано. Вот так выглядела сама упаковка. Картонный 3D пазл, череп, кубрикс. И вот так вот он выглядит. Заказывала я его на Вальберес. Достаточно просто в сборке. Здесь идут все нужные необходимые детали, инструкция, которая все... Ну, то есть собрать может вообще ребенок спокойно. Тем более сделано это из картона, безопасный материал. И очень просто. Вот у меня как раз тут муж вместе с моим младшим сыночком собирает такая здесь инструкция. Все, как нужно собрать. И можно его, кстати, данное изделие, вообще подобное изделие, можно еще и покрасить по желанию. Вот как раз мои все собрали. И вот такой вот классный череп получился. Сын у меня младший просто в полном восторге. Ему очень понравилось и процесс сборки, и самоизделие, которое получилось. Я всем очень советую. Была такая тишина в доме. Ребенок был занят, сидел, прям медитировал. Прям вообще он в восторге. Вот. И вот такой вот получился. У меня сынок мой, то есть планировал поставить это на свой письменный стол. Он, на самом деле, таскает вот этот вот череп, он по всему дому. Там, на самом деле, много различных фигур можно собрать, да. Но вот сыночку захотелось вот такой вот именно черепок. Кстати, очень классно. Он смотрится на книжной полке. У меня, ну, тоже у детей есть книжный такой стеллаж. Я вот туда как-то поставила. Вообще очень классно смотрится. Собирается легко, абсолютно безопасно. Это сделано из картона, видите. Здесь все быстро собирается, по номерам идет. И, в общем, супер. Моему сыночку очень понравилось. Ссылочку я, как всегда, оставлю. На самом деле, вот у этой компании очень хорошие и алмазные мозаики, и вот эти 3D-пазлы. Отличный, кстати, подарок на Новый год. И вообще чем-то занять на новогодних праздниках, с учетом того, что мы сейчас не так сильно где-то гуляем, потому что, ну, очень много сейчас болеющих. Очень такая эпидемия. Дома детям надо чем-то занять. И вот такие вот вещи. Я, наверное, еще что-нибудь своим закажу, потому что старший у меня тоже захотел. Ну, в общем, как всегда. Вот. Так что, очень советую. Ссылочку я, как всегда, вам оставлю под этим видео. Ну, и еще у меня есть заказ один. Я сейчас съезжу, заберу старшего сына со школы. И он как раз тоже последний день. Вот. Сегодня. И потом заеду на Вальберис. У меня там тоже кое-что пришло. Я заказала, кстати, вот это с Вальберис. Есть еще и на Озон. Вот. Ссылочки обязательно оставлю. И покажу вам еще какие-то свои заказы с Вальберис. Вообще, Вальберис молодцы. Потому что они, в отличие от других интернет-магазинов, сейчас же, ну, перед Новым годом, много что кто заказывает. Там на пункт выдачи я зашла, там все в коробках. Вот. И при этом они не косячат по времени с доставкой. То есть, привозят все вовремя. Молодцы. Ну, в общем, я там кое-что на подарки заказывала, да. И заказала себе. Во-первых, я себе заказала вот такие тапочки. Что самое интересное, я их купила за 340 рублей. Сейчас они стоят 500 рублей на сайте. Вот. И, ну, ссылки я вам, конечно же, оставлю. К этим тапочкам в подарок шли носочки. Это, кстати, очень приятно. Вот. Носочки лично для меня никогда лишними не будут. Так. И смотрите, написано размер 40-41. Я заказывала по отзывам. То есть, почитала отзывы, что они маломерят. Они реально маломерят. Вот у меня 39 размер. И мне как раз. Вот прям самое то. То есть, это совсем не 40-41. Причем у меня 39 полный. То есть, я редко беру 40. Только если маломерят. Вот. В общем, вот такие вот милые тапочки. У меня есть такой фиолетовый халатик. Я подумала, что под него будет супер. Вот такие вот мягенькие. Но они, на самом деле, ненадолго. То есть, они такие, видите. Ну, как тут такой поролончик, я думаю, внутри. Ну, короче, ненадолго они быстро сотрутся. Вот эта часть, мне кажется. Вот эта быстрая часть сотрется. Но супер. Я обожаю тапочки. И вообще, у меня какой-то фетиш на тапочке, девочки. Честное слово. Я так люблю домашние тапки. Я постоянно их все покупаю. Какие-нибудь всякие разные. И, в общем, под халатик фиолетовый решила фиолетовые тапочки. Ну, в общем, бывает. Вот. Ссылку оставлю. Но имейте в виду. 40-41. Это на полный 39-й. То есть, соответственно, меньший размер будет, наверное, на 38-й. Я так думаю. Ну, не знаю. Вот. И заказала себе сорочки ночные. Вообще, я там мало одежды заказываю. Точнее, это, наверное, первая моя одежда. Не знаю. Нет. Ну, что-то я такое по мелочи заказывала. А тут я чисто случайно, когда тапочки смотрела, наткнулась на всякие ночные сорочки и решила, что мне надо. Смотрите, какой симпатичный. Единственное, что это... Так, это я заказала размер... Какой? Это, по-моему, размер в размер идет, да, девочки? Какой размер? Тут что-нибудь написано про размер, не написано хлопок и 8% эластан. Ну, вот параметры, да, обхват груди, обхват бедер. Ну, да, здесь идет на маленькую грудь, это точно. Так, размер не указан. Слушайте, ну, наверное, я заказала 44-й или эско. Слушайте, здесь тоже я... Одну беленькую, одну... Да, я заказала. Ну, короче, размер в размер. Наверное, это эско. Ну, не наверное, а точно. Почему я беру эску? Я не беру никогда посвободнее, потому что у меня небольшая грудь. И если я беру на размер больше, то и чашечка, соответственно, больше. Но это на маленькую грудь. Видите, какая? Девочки, я, с вашего позволения, примерять не буду. Я вам больше скажу. Муж, если не дай бог, увидит, что я такое показываю, ну, на себе в виде, он будет очень сильно ругаться. Поэтому, дабы не ругаться с мужем, вот, я просто покажу. Смотрите, кружево вообще обалденное. Стоило, она что-то там совсем недорого. Я уже не помню, сколько. Ну, что-то 600 рублей, по-моему, я купила. Смотрите, какое кружево прикольное. Здесь идет, как, ну, такая, трикотаж. И по низу идет тоже вот такое вот кружево. Смотрите. Смотрите, какое прикольное. Я взяла вот такое. Ну, он получается, как, это не бежевая, а скорее даже пыльная роза. Вот такой вот цвет. С таким, прям, швы так аккуратненько сделаны у меня. Вот эти сорочки. Я еще себе такие же закажу, но вот от этой фирмы. Вот такая фирма. Не знаю, чью это вообще производство. Вот тут было написано вообще. Беларусь. Ну, я не удивлена. Я на самом деле не знала, что это Беларусь, но я не удивлена. Потому что качество у них, конечно, вообще обалденно. У Беларуси. У Беларуси вот всякие. Нижнее белье, вот такие вещи. Вообще супер. Смотрите, строчечки все ровные. Здесь все ровненько сделано. Село вообще хорошо, но на маленькую грудь. Видите, какие маленькие чашечки. Вот. И вторая беленькая. Она уже идет вот здесь вот закрытая получается. Ну, маленькая чашечка все равно. То есть, ну, мне кажется, третий сюда не влезет размер. Это точно. Лямочки регулируются. На вот этой вот пыльной розе тоже регулируются лямочки. Все. Смотрите, как все аккуратненько сделано. Вот молодцы. Просто молодцы. Здесь вот идет не вытачки, а уже как вот здесь вот, да? Вот такой сборочкой. Тоже вот это кружево, оно вообще огонь. Смотрите, какое. За ту цену, которую она там стоит, это вообще огонь. И здесь вот эта беленькая по низу идет вот так вот. Смотрите. И кружево просто мягчайшее. Девочки, я вам всем советую. Ну, у кого маленькая грудь. На большой, наверное, не влезет. Сюда даже третий не влезет, девочки. Я вот со своей маленькой грудью вам точно говорю, что третий сюда не влезет. Ну, первый, второй размер будет супер. Так что вот такие вот две сорочки. Слушайте, я себе хочу еще. Качество вообще огонь. Смотрите, все ровненько. Вообще супер. Все. Я вообще в Белоруссию хочу поехать, кстати. Вот. Очень хочу. Никогда там не была. Вот. Так что. Нет, реально очень крутое качество. Прям вообще огонь, девочки. Мне же еще нижнее белье низ. То есть трусики очень нравятся. Ну, вверх я не беру, потому что вверх, ну, что, мне это все равно, да. Очень нравится. Реально стираешь их. Вот можно 500 раз постирать, и они будут как новенькие. Я думаю, что вот эти сорочки тоже. В общем, вот такие вот покупочки. У меня еще буду брать разных цветов. Надо подобрать всех цветов, которые есть там. Вот. Ну, это пчулечки такие. Такие себе. Вот. Ссылочки оставлю. Вот это рекомендую. Действительно, очень, очень прям качественно все сделано. Супер. Класс. Ну, что? Отправила я своих детей на празднование день рождения. Сама зашла в торговый центр. Здесь я конкретно в магазине BeFree. Народу, конечно, очень много. Просто какой-то кошмар. Даже, я бы так сказала, пришлось даже ждать, когда освободится примерочная. Хотя примерочных в этом магазине достаточно много. В общем, взяла вот такую кофточку. Она стоила там что-то 400, по-моему, рублей. Но такие укороченные модели мне, конечно, не подходят. Потому что, ну, особенности моей фигуры. И вот брюки, которые были на мне, они мне очень понравились. Я мерила размер S. Еще брала M-ку. M-ка с меня слезает. Стоит 449 рублей. Она слезает. То есть, они сползают. Такая ткань еще. И невозможно как-то... Ну, то есть, нет вот этих шлевок, да, правильно они называются. Может быть, я ошибаюсь. Чтобы на талии держались и не сползали вниз. Поэтому я, забегая вперед, скажу, что я все-таки взяла эти брюки S-ку. Тут я пытаюсь показать тоже кофточка, сколько стоило. Там что-то тоже 400 с чем-то рублей. Но она коротенькая. Мне, конечно, нужно что-то подлиннее. Вот. И такая же. Я думала, что она подлиннее. Но оказалось, нет. Она тоже коротенькая с длинным рукавом. Я мерю на майку еще. Вот показываю, что так не очень хорошо сидит кофта. Потому что там у меня майка. Ну, своя майка. Ну, как не домашняя, которую я все время под свитер одеваю. Мне все-таки нужно что-то длинненькое. Хотя кофточка очень классная. Если вам фигура позволяет, прям советую. Вот. Еще взяла вот такое платье. Оно стоило вообще что-то 400 с чем-то рублей. Оно такое типа а-ля шелковое. Мне оно понравилось. Это на мне S-ка. Единственное, что немножечко оно как бы вот даже не то, чтобы в талии, как обычно мне, да, что-то, кто так же мерит. Ставьте лайк. Я всегда так меряю вещи. Ну, раздеваться окончательно лень. Немножко, хотя мне небольшая грудь, немножко тянуло в груди. И как-то вот, не знаю, ну, в общем, не понравилось, как сидело. Вот. Это платье. Я его не взяла. Вот, стоило оно, тоже не помню, что-то 400. Ну, в общем, все. Я брала вещи, которые на скидках, чтобы что-то, ну, такое просто чисто себе, чисто символически себе приобрести. В общем, платье, на самом деле, платье само по себе прикольное. Но вот на размер побольше. На размер побольше как-то мне тоже не понравилось. Ну, в общем, короче, не стала его брать. Мне очень понравилось вот это платье. Но расцветка такая мне не подходит. Я не знаю, я люблю что-то посветлее, наверное. Вот такой цвет, мне кажется, да, он мне как-то старит, что ли. Она какую-то бабушку похожа, мне так показалось. Тоже на свои леггинсы тут меряю. Но фасон платья очень классный. Тоже на мне эско стоило это платье что-то 600 с чем-то рублей. Точно уже не помню. Но вот фасон платья вообще классный, да, скрывает недостатки, скрывает отсутствие моей талии, я бы так сказала. Вот, ну расцветка вообще, я не знаю, больше не было. Был еще такой же такой черный с какими-то красными цветочками. В общем, платье тоже это я не стала брать. Хотя фасон и ткань, он такой приятный к телу, немножко тянется. В общем, мне понравилось. Так, ну что, приехала я домой. Я не знаю, сказала видео или нет. Я какая-то вся лохматая. Сегодня целый день это. Я, в общем, купила только вот эти брюки. Но уже примерять не буду. Брюки прикольные. Вот. И подумала, что с футболкой... Нет, вот с кофтой, конечно, такой коротенькой мне не очень. Ну, с моей фигурой нет, такой нельзя. Что-нибудь длинненькое такое, да. У меня есть футболка черная, у меня есть бадлон черный. Бадлон. Я называю это бадлон. Вообще, это гольф, да, правильно. Ну, с горлышком, да. Такой черненький и различные кардиганчики у меня есть. В общем, короче, взяла эти брюки, а дальше уже посмотрю, с чем будет интереснее носить. Вот. Ну, прикольно. Вообще, обожаю магазин BeFree. Единственное, что у них очень трикотажные вещи. Они такие, знаете, на пару раз постираете и пойдут катышками. Не все, но часть из них. Большая часть, наверное. Вот. Но вообще, магазинчик этот очень люблю. Там прикольные цены, прикольные вещи. Особенно там есть прямо такой у нас в торговом центре отдел именно для подростков. Знаете, там такие вот прям ультрамодные подростковые вещи по демократичным ценам. Ну, я в этот отдел не захожу. Я вот так там брожу. Вот. И одежда для сна, кстати, там прикольная была. Касперюшечка мой пришел. Скажи, мать, где ты шлялась? Да, сладенький мой. Шлялась где-то. Поздно приехала сейчас. Они меня привыкли, что я их кормлю в 6 часов вечером. Ну, да, где-то пол, шестого, шесть. Вот. А сейчас у нас уже 8 часов. Я их только-только покормила. Ну, прости меня. Я не хотела. Только ведь. Че забрался сюда? Вот. В общем, еще раз хочу поздравить вас с наступающими праздниками. Постараюсь еще загрузить видео, успеть на 31 числа. Вот. Но я на сегодня буду с вами прощаться. Надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю. Целую. До новых встреч. До новых встреч.